Это Любовь Соболь. Алексей Навальный ответил Виктору Золотову на его уже легендарное обращение и предложил устроить дуэль в виде дебатов на Первом канале. Но генерал Золотов, если так можно выразиться, съехал сатисфакции и в дебатах участвовать не намерен, так как якобы приглашал на другое. Ну а теперь давайте по порядку. 23 августа Алексей Навальный выпустил расследование про закупки продуктов Росгвардии. Из расследования выходило, что продукты для Росгвардии закупаются у единственного поставщика, а цены на некоторые товары даже выше, чем в рознице в московских магазинах. И вот после этого генерал армии и глава Росгвардии Виктор Золотов выпустил свое обращение, где назвал Навального изделием из американской пробирки, рассказал про клонов и пообещал сделать из Навального отбивную. Не провел пресс-конференцию, где бы аргументированно и с документами все опроверг. Нет, он вызвал Навального на дуэль. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную. Навальный в это время был в спецприемнике. Его арестовали на 50 суток сначала из-за забастовки избирателей, а потом из-за акции против повышения пенсионного возраста. Да, в России 2018 года, если ты призываешь выходить на улицу и протестовать против нечестных выборов или пенсионной реформы, то можешь оказаться под арестом почти на два месяца. Находясь под арестом, Навальный даже посмотреть видео Золотова не мог. Но вот он наконец-то освободился и, конечно, ответил. Сначала Навальный поблагодарил Золотова за это обращение, потому что он наглядно демонстрирует, какие они руководители нашей страны. Люди, которые в ответ на обвинения в коррупции рассказывают про изделия из американской пробирки, угрожают и обещают сделать отбивную. И нет, это не сюжет из американской комедии про диктаторов. Это про самого настоящего российского генерала, руководителя целого силового ведомства и одного из ближайших соратников Владимира Путина. Потом Навальный ответил, откуда у него президентские амбиции. Да потому что сейчас России руководят такие как Золотов. Я не хочу, чтобы такие как вы правили моей страной. Потому что вы своим видом, своей глупостью, своей некомпетентностью позорите Россию и унижаете наш великий народ. Ну а дальше идет подробный рассказ про имущество главы Росгвардии и членов его семьи. Например, про то, что у него есть в собственности больше гектара земли на Рублевке. И это не просто уже привычная для наших чиновников дача с главным домом и домом для гостей. Это территория бывшей советской госдачи Зубалова-2, где жили руководители СССР. Дольше всех там жил легендарный нарком Анастас Микоян. Но он просто жил там, сама дача оставалась в госсобственности. А великий государственный деятель и бывший охранник Путина Виктор Золотов стал ее собственником. Все имущество Золотова и членов его семьи по нашим подсчетам можно оценить в 3,5 миллиарда рублей. 3,5 миллиарда! Это только то, что удалось найти с помощью общедоступных реестров. Представляете, сколько всего вы могли бы узнать, если бы против Золотова велось официальное расследование, но пока не узнали. В конце видео Навальный еще раз напомнил про расследование о закупках для Росгвардии. Потому что история с дуэлями и поединками – это, конечно, весело, но не надо думать, что про бюджетные миллиарды и цены, по которым закупались продукты для ведомства, все забыли. Ну и, конечно, Навальный ответил непосредственно на сам вызов на дуэль. По дуэльному кодексу оружие и место выбирает тот, кого вызвали. И Навальный выбрал дебаты на федеральном канале. Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебата в прямом эфире первого канала, или второго канала, или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, ну то на этом ютуб-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей. И что же Золотов? После такого пафосного обращения он же должен был хоть как-то отреагировать. И он отреагировал. Сегодня утром генерал Виктор Золотов заявил, что в дебатах участвовать не намерен, так как приглашал на другое. Потом он пообещал ответить на вопрос, ну а комментируя вызов на ринг, вообще сказала, что это было спортивное соревнование, не более того. Рассказы про американские пробирки и клонов, обещание сделать отбивное и устроить шоу для всего личного состава Росгвардии. Оказывается, это все просто предложение поучаствовать в спортивном соревновании было. Но все мы, видимо, просто не так господина генерала поняли. Чиновники считают возможным не отвечать с документами и по существу на обвинения, рассказывая про компот и вызовы на дуэль. Иногда кажется, что они путают свою профессию с какой-то другой. Вы же чиновники, вы должны отчитываться перед людьми, а не угрожать авторам расследований. Я считаю, что наша страна заслуживает гораздо большего, чем нынешняя система. Прекрасно России будущего. Руководители страны будут думать, как сделать жизнь людей лучше, а не как построить себе дачу побольше, а потом в ответ на претензии обещать сделать отбивную. Владимир Путин заявил, что в случае ядерного удара мы как мученики попадем в рай, а те, кто на нас нападет, просто сдохнут. И это не шутка. Вот есть полная цитата. Там мы про агрессора, и про мучеников, и про рай, в который мы все должны попасть. Рассказал все это Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема обсуждения в этом году звучала, как мир, в котором мы будем жить, стабильность и развитие в 21 веке. И вот в рамках дискуссии о мире, в котором мы будем жить, и развитие в 21 веке, Путин рассказал про ядерный удар, и что мы все попадем в рай. Спасибо, конечно, но как-то хотелось больше про развитие послушать. Наши власти и наши федеральные телеканалы уже не первый раз рассказывают нам про ядерные бомбы и перспективы человечества. Чего стоит только знаменитый сюжет Дмитрия Киселева с телеканала «Россия» про США и радиоактивный пепел. Но, конечно, этому сюжету далеко до видеоролика, который сам Путин показывал 1 марта во время своего послания федеральному собранию. Как видно, в нем ракеты поражают территорию, поразительно похожую на Флориду. И это не осталось незамеченным. Во время интервью телеканалу Fox News американский журналист даже спросил Путина про этот ролик. И Путин сказал, что там не написано, что Флорида. Посмотрите еще раз повнимательнее. На карте действительно не написано, что Флорида, но по очертаниям это же очень похоже на нее. Просто сравните карту. Ну как тут можно что-то отрицать? А Путин уверенно говорит, но там же не написано, что Флорида. Такой он человек, который уже 18 лет руководит нашей страной. Риторика про то, что у нас ракеты, и мы можем всем показать, очень вредная. Она провоцирует агрессию и повышает риск реальных столкновений. Россия должна адекватно вести переговоры с западными странами, а не пугать их ядерным оружием и говорить, что ну а мы попадем в рай. Вчера ведомости написали, что Сбербанк может стать крупным акционером Яндекса. Делается это по данным ведомостей из-за того, что власти очень недовольны излишней самостоятельностью компании. Яндекс – ведущая российская интернет-компания. Его крупнейший акционер Аркадий Волош – один из основателей компании. До начала этого года Волош контролировал более 49% голосов на собрании акционеров. Сейчас ведомости со ссылкой на свои источники пишут, что Сбербанк ведет переговоры с Воложем и может стать крупным акционером. Минимальной планкой представители банка называют 30%. Также ведомости написали, что по поводу Яндекса были совещания на высшем уровне и что причина этого – большая медиаактивность и невозможность контролировать систему. После таких новостей акции Яндекса, которые торгуются на американской бирже Насдак, подешевели на миллиард долларов. На московской бирже, где Яндекс тоже торгуется, акции тоже стали резко падать и на данный момент упали уже больше, чем на 17%. В деньгах это 1,7 миллиардов долларов. Сбербанк практически сразу опроверг новости о переговорах по покупке акций. Но, как видно, акциям Яндекса это не очень помогает. В сентябре прошлого года в офис Яндекса приезжал Владимир Путин. По данным СМИ, некоторых сотрудников при этом не пустили на работу из-за неких черных списков. И Яндекс можно понять, в нынешних российских условиях бизнесу лучше лишний раз с властями не ссориться. Наши чиновники любят рассказывать про инновации и модернизацию. Вот в 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев рассказывал, что в Сколково будет построена российская кремниевая долина. Только вот для этого нужны не громкие обещания, нужны условия для развития и гарантия, что бизнес не отнимут, если его владелец посмеет как-то не так высказаться о власти или не продать свою долю, когда его об этом настоятельно попросят. А у нас даже глава госкомпании Роснана Анатолий Чубайс рассказывает, что частная собственность у нас не вполне частная и не вполне собственность. Говорит все это и продолжает работать в нынешней системе. И мог бы назвать фамилии тех, кто ответственен за то, что частная собственность у нас не вполне собственность, но уверена, что не назовет. Яндекс – национальное достояние в IT-сфере и гордость России. А сейчас над ним, как пишут журналисты, сгустились тучи, а власти недовольны излишней независимостью. Прекрасной России будущего так быть не должно. Государство должно гарантировать защиту частной собственности и не угрожать отъемам бизнеса, если владельцы не согласны с кем-то из высших чиновников. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.